здравствуйте друзья мы движемся на север по хайбэй номер 101 в направлении города сан франциско и хотел вам вот что рассказать по поводу сан-франциско значит вчера в bloomberg.com была интересная статья сейчас вообще много на эту тему пишут ужасы типа тема такая ужасы проживание в сан-франциско кремниевой долине дороговизна невозможность там найти жилье и так далее и там надо сказать что статья очень интересная если вам действительно как-то так хочется побольше об этом узнать почитайте там таблички интересные сразу с раскладкой там какой процент жилья значит дороже дешевле там сравниваются еще сравниваются 15 разных регионов там и кремниевой долина сравнивается с нью-йорком с манхэттеном там вот прямые таскать конкуренты по дороговизне за одно и то же это манхэттен и кремниевая долина то есть мы теперь с ними боремся на одном пятачке и что они там говорят приводится такой экзотический случай с парнем это не первый раз уже кстати вот я читал подобные материалы что человек решает что то ли у него нет денег то ли ему может быть не так хочется их тратить и он каких-то странных условиях начинает жить вот в частности приводится некий парень который зовут брендан который не хочет называть свою фамилию который работает в гугле программистом и видимо не так плохо зарабатывает я я думаю но все-таки значит брендан решил что он не будет платить 4 тысячи за ван бедрум в сан-франциско вот в месяц а будет жить в траке а трак такой знаете ну вот как мебель возит там где-то метров 15 квадратных у него площадь и потом живет в таком траке я бы сказал что там какие-то не очень приспособленные видим условия потому что там окон вроде нет но так как-то вот он в нем решил пожить и это рак показывают там фотографии этого трака вот такой довольно пользованный то есть не то чтобы он потратился на новый трак взял какой-то старею вот и вот в нем живет и там дальше вот значит рассказывают как все дорого и что люди которые значит тут выросли в наших краях и у них как бы нет возможности тут дальше жить потому что они чем там снять не могут и так ну и так далее это это как бы тема который много муссирует я вот что хочу сказать пресса в общем-то любит подавать под таким соусом знаете пикантным вот они любят пикантное но они не обязательно пикантность сочетается с тем чтобы как бы поглубже взглянуть на ситуацию значит а ситуация если вот как бы глазами местного жителя состоит вот чем сан-франциско конкретно раз мы туда едем и говорим об этом городе значит сан-франциско весь застроенный то есть там нету места чтобы площадку строительную там или что то надо надо что-то снести для на счастье так сказать строителей даунтаун сан-франциско некоторая часть этого даунтаун она совершенно помойная и там последние лет десять-пятнадцать сносят старые какие-то там допотопные царя гороха времен значит здания и или или их не сносит а внутри из них все выносят оставляют там этот кирпич наружи а внутри делают новые там перегородки и так далее и там получается под бизнес и в даунтауне сан-франциско последние лет десять может быть даже и пятнадцать идет такое строительство коммерческих таких помещений офисных и туда едет все больше и больше компаний соответственно люди которые там работают ну кто-то живет в самом сан-франциско и раньше жил а так вот они стекаются на общественном транспорте из мест подешевле они привозятся такими фирменными автобусами из разных мест и это не только google это и сиско там и другие компании то есть их там есть и вот весь но не весь значительная часть даунтаун она сейчас покрывается вот этим делом одновременно в даунтауне строится жилье вот там где сносится выше строить больше особо нет но то что строится в даунтауне соответственно уже не спальный район там уже много квартирные большие красивые дома но это как бы уже дома премиум класса понимаете это не это не то что дешевенькие какие-то эмпартменты для простого народа это подороже и вот это как бы один аспект да то есть все больше и больше людей которым тяжело там по часу мотаться и они готовы что-то уже там в городе снять снять купить там и тогда помимо тех которые хотят в траке жить значит следующий момент состоит том что город сан-франциско имеет такую фишечку которая называется rent control и смысл rent control а вы если хотите детали вы просто подите википедию и почитайте что такое rent control и можете конкретно почитать про rent control сан-франциско потому что rent control в разных местах имеет разный характер и так далее идея rent control состоит в том что если человек снял квартиру или дом передом то ему нельзя повышать рент больше чем на некоторый процент в год который устанавливается каждый год сити холлом процент ну вот например 1.2 процента 1.3 процента вот это реальные как бы цифры то есть грубо говоря стоимость жилья практически не растет мало того она существенно отстает от рост и от инфляции но сейчас вот инфляция очень низкая действительно вот на этом уровне но были времена когда инфляция была и 3 процента и 4 и 5 стоимость рента разрешали увеличивать там на 1 и 2 десятых процентов в результате долгосрочного применения такой политики что получается что владельцам жилья нет смысла вкладывать деньги в его поддержание в хорошем состоянии всего нельзя сдать хорошо и соответственно они в него денег не кладут и потихонечку это превращается в трущобы и очень многие места где был rent control они в какой-то момент вынуждены были отказаться от этого городские власти отменяли но чтобы привлечь какой-то частный капитал чтобы начали что-то строить облагораживать потому что это действительно превращается в злачные места в итоге но в сан-франциско конкретно значит идет защита интересов искать граждан и вот представьте себе что квартира допустим ван бедрум которая сейчас скажем стоило бы там 1300 долларов эффект найдет смысле 3000 долларов сейчас фиг найдешь за 3000 ну допустим допустим она сдается сейчас за 3000 долларов это же самая квартира там скажем три-четыре года назад сдавалась за полторы другой рынок был все другие дела и тот кто снял ее за полторы там четыре года назад ему таки таки ему приподняли немножко он платит сейчас на пять процентов больше вот может быть даже он платит аж там 1600 вместо 1500 но так это же и не день тем самым этот человек который там живет пришел возможности куда-то переехать потому что как только он попадает куда-то и должен с нуля снять он сразу будет платить вдвое больше на раз конечно вот эти люди прикованы подумайте о тех кто живет 15-20 лет в одной квартире и они точно также эти 15-20 лет не могли никуда съехать но просто потому что а куда съедешь когда всюду дорогу есть исключение кто-то там домик купил кто-то там еще что-то там по-разному бывает семья увеличилась ему нужно было куда-то переезжать это это все имеет место быть так вот не весь город сан-франциско не весь город сан-франциско находится под действием rent control это не совсем так но скажем так очень существенная часть очень находится под rent control значит под rent control не подпадает новое строительство то есть его построили как быть махину там в даунтауне да на месте снесенных баранов вот там нет rent control я я по памяти так не не освежая могу сказать что по моему все то что построено было уже неважно в каком секторе после 86 года такого плана вот она уже не под rent control но но господа там после 86 года то ничего не строился город то был застроен задолго до 86 поэтому чтобы что происходит ты хочешь снять квартиру в сан-франциско а ты не можешь ее снять потому что жилья на на ренте нету и вот там используются данные какое-то там я не помню какой конкретно сайт это был который данные собирал там представлял но они это делали по объявлениям которые есть не не у них нет данных по реальному ренту у них есть данные по объявлениям которые висят но жилье которое под rent control там же нет объявления которые висят этим таким образом значит мало того что в городе приток нового бизнеса в виде вот сам технарей айтишных компаний которые движутся в даунтаун у них еще в городе отсутствие свободного жилья на рынке вообще сама идея rent control а это довольно специфично вот допустим если бы городские власти хотели помочь людям с ценами на жилье они бы сказали мы из государственных средств допустим если мы такие добрые будем компенсировать значит стоим часть стоимости рента допустим владельцу но они так не говорят это не было бы настоящим это сказать социализм они говорят вот эти вот буржуи поганые вот они чтоб не смели повышать но они не повышают ну зато ну и денег не тратит на улучшение вот так вот получается так и да в результате этого что произошло нарушены рыночные механизмы нет свободного жилья и собственно все и вот поэтому цены вот эти заоблачные которые ну наблюдаются сегодня в сан-франциско вызваны с одной стороны конечно наплывом людей хорошо зарабатывающих это правда с другой стороны это вызвано тем что рынок предоставляет только элитного класса жилье построенное последние годы вот там даунтауне или где то то есть если ты будешь смотреть а что у нас на рынке а у нас на рынке только это у нас на рынке нет того что есть там в маунтин-вью или в саневе или в сабили там сан-хусе где много там 50 лет строилась и она все есть и можно снять не не там там нет такого и вот это вот и как бы происходит почему выгодно городским властям иметь эти территории с рент-контрол потому что люди которые живут там где рент-контрол всегда будут голосовать за тех кто скажет что рент-контрол они убирать не будут то есть более консервативные более такие бизнес ориентированные политики они как они скажут надо немедленно отменить рент-контрол и привести в соответствие с рыночными механизмами при всем при том что и параллельно с рыночными механизмами есть механизмы социальной поддержки есть механизмы на благотворительности и так далее это все есть но одно другое не не должно подменять поэтому но такая картинка я это всем я как бы вижу в этом чисто политическое такое действие потому что если завтра там скажем ну не завтра за пять лет население города кардинально изменится в сторону людей которые хорошо зарабатывают и которые хотят чего-то в отличие от тех кто мало зарабатывает и хотят просто чтобы их не трогали в этом в этом состоянии оставили вот я думаю что власти этого не хотят они специально вот это вот поддерживаю и еще раз это мое мнение я так с ними не консультироваться по этому вопросу я просто пытаюсь понять кому это выгодно зачем зачем такое может быть нужно но вот так так что друзья те кто хочет больше я очень советую читать блумберг.com я считаю что очень хороший не ангажированный источник и там много интересной информации счастливо